Девушки отдыхают 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 Детонаторы спускать Девушки отдыхают 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 Думай, Сергей Баклаков. Думай. Ходи и думай. Это дело полезное. И старик к я и так считает. А я, наверное, больше для ходьбы приспособлен, чем думать. Вот хожу, и в голове как-то яснее. Какие-то строчки для отчета возникают. А лист бумаги перед собой положишь, все пропадает. Ай, лежит перед тобою белый листик. Чистый, как загадка природы. Что у вас в арсенале? Молоток, лист карты и собственная голова. Все. А ты с этими средствами, ты должен проникнуть в глубины земли. Думай, Серега. Ни одними ногами жив геолог. Нет, ни одними. Схожу на бухту. Ветер с северо-запада. Три балла. Темно. Ночь полярная. Так это называется. Думай, Серега. Торосы, как горные гряды. Морской лед. Это земная кора в миниатюре. А резко ветерок-то. Не обморозится бы. Северо-запад здесь гнилым углом называют. Вся хмарь оттуда идет. Трещины на льду, как трещины в земной коре. Трещины это слабая зона. Реки по ним долины прокладывают. На хребтах по ним идут перевалы. Вон две трещины пересеклись. Туда не ходи. Там лед слабый. Стоп. Лед слабый. Это лед. А если две трещины по земле? Допустим, по одной речке течет. По другой образовался ручей, приток. Две слабые зоны пересеклись. Вода там яму вырыт. Золото тяжелый металл. Оно в яму ложится. Стоп, Серега. Ченков что говорил? Ищите способ, как ляжет россыпь. Ты гений, что ли, Серега? А ну-ка, быстро обратно. Разрешите, товарищ Ченков? Да. Радиограмма из партии Монголова. Зимняя промывка шляхов пока ничего не дала. Единственный самородок обнаружен просто при проходе шурфа. Случайная находка. Спасибо. Оставьте мне текст. Лидия Макаровна. Лидия Макаровна. Лидия Макаровна. Мне к Ченкову надо срочно. Что случилось, Сережа? Медведь за тобой бежал. К Ченкову мне надо. Идея есть у меня. Ты возбужден очень, Сережа. Идею лучше излагать на бумаге. Ты ведь не оратор, правда? Не оратор. Но там ребята в тундре ломаются. Может быть, зря ломаются. Идея есть у меня. Ну, раз срочно, иди. Дай-ка мне куртку. Причешись. Успокойся. Ну, иди. Спасибо. Вы курите, Сергей Александрович? Летом, товарищ Ченков, курю махорку в маршрутах. Я занимался лыжным спортом, нельзя было курить. Не курите, яд, гадость. Да я мало курю, только летом. Я, знаете, Буклаков ужасно много курил. У меня в кабинете стояла роза. Ну, простые розы в горшочке. И иногда в этот горшочек попадали окурки. И, представляете, роза засохла. В тот же день я бросил курить. Курить вредно. Я предлагаю вам, Буклаков, продумать маршрут и организацию разведывательной партии. Условно назовем ее кольцевой. Маршрут этой партии должен пройти по пределам земель управления. Задача партии – собрать данные по кольцу, внутри которого будут работать другие партии. Цель ее – увязать в единую систему все съемочные разрозненные планшеты. Ожидаемый результат – отчет, в котором будет дан прогноз золотоносности территории на основании всех предыдущих работ. Начальником партии во время полевого сезона предлагаю быть вам. Соавтором отчета буду я. В качестве промывальщика я дам вам Куценко. Съемщикам советую взять Гурина. У Гурина светлая голова, если я, конечно, не ошибаюсь. Вопросы? Илья Николаевич, у Гурина светлая голова, но у меня с ним нет контакта по личным причинам. Лучше, если он будет начальником. Личные причины меня не интересуют. Начальником партии будете вы. Понятно. Мне нужны старые кадры, с которыми я у Монголова работал. Берите, кого хотите. Я предлагаю вам самую сложную, самую важную партию в управлении. Через неделю мне нужен будет проект. Запомните, Баклаков, три позиции. Первое. Какой бы сложность и длительность маршрут вы не наметили, он все-таки дает мало данных. Второе. Если партия не выполнит задание, отвечать будете только вы. Третье. Вы получили задание с двойным дном. Я хочу, чтобы вы сами догадались об этом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Владимир Михайлович, ещё дрогнет небо от копоти. — Откуда? — Вторая линия, десятый шурф, глубина шесть метров. — Так. Ченков настаивает на зимней промывке шляхов. Пожалуй, он прав. — Ещё дрогнет небо от копоти. Это кефир, сказал. — Пожалуй, может и дрогнуть. Ты шляхи можешь мыть, Гиголов? — Я же старателем пять лет трудился. Ну тогда приступай к зимней промывке. Мать моя родная, нигде без кефира обойтись не могут. Предвижу, скоро даже товарищ Ченков начнёт слать ко мне своих курьеров. Запишите радиограмму в партию Монголова. Готово. Все шурфовочные работы перенести севернее в устье ручьёв Светлый и в устье реки Малый Ильгай. Особое внимание обратить на котловину, где летом мыл пробы Куценко. Подпись Ченков. Всё. — Связи с партией Монголова нет. Непрохождение. — Сидите у рации хоть сутки, хоть двое суток. Радиограмма должна быть передана, как только появится связь. — Слушаю, товарищ Ченков. — Лидия Макаровна. — Слушаю вас, Илья Николаевич. — Весной вы собираетесь в отпуск. — Да. Списала с подругой. Решили ехать в Букуриане, две старые тощие дуры. Гор там, водичка шумит, белки по соснам скачут. — Это хорошо. Вы будете мне нужны в это лето. Я попросил бы вас задержаться. — Вот с этого бы и начинали. — Ну, если бы вы очень устали. — Стареете вы, Илья Николаевич. — Старею? — Характер мягчает. Пять лет назад вы нажали бы кнопочку и между делом сказали. В это лето никаких отпусков. Можете идти. — Возможно. Старость подразумевает мягкость характера. — Илья Николаевич, не пригласить ли к вам Баклакова? — Зачем? — Отчет его уже две недели у вас. Он как встретит меня, в потолок смотрит, чтобы независимость показать. — Пожалуй, пора. Пригласите. — Должен предупредить, Илья Николаевич, кольцо по пределам управления с силой одной партии пройти невозможно. Я наметил маршрут и привлек в помощь Копкова и Жора Опрятина, так сказать, коллективный проект. — Я дал вам задание, Баклаков. Как вы будете его выполнять, меня не касается. Можете выписывать инженеров, хоть из Австралии, в пределах отпущенных средств. — Я понял. — Еще раз повторяю, что за результаты партии отвечаете только вы, Баклаков. — Ну, это моя забота, я понял. — Прошу запомнить, что наши идеи и наши интуиции имеют ценность только лишь в том случае, если они согласуются с реальностью. Мы живем под принудительной силой реальности, Баклаков. Ваша личная задача — иметь раскаленный мозг, вырабатывать идеи и тут же согласовывать их с принудительной силой реальности. В просторечии это называется мудростью. — Выше головы не прыгнешь. — Но я призываю вас быть безжалостным и мудрым во всем, что касается золота территории. Нам нужны перспективы, чтобы требовать деньги и деньги, чтобы развивать перспективы. Рост, соперки, льгай, мелочь. Перспективы целиком зависят от этого лета. — Вы поговорили с Куценко? — Он будет работать так, как это положено. И больше того. — Спасибо. — Идите, Баклаков. Идите и выполняйте. — Желаю удачи. Не заставляйте меня разочаровываться вас. В вашу силу я верю. Совет. Если вам ясен маршрут, берите самолет и разбрасывайте продовольственные склады. Позднее это будет труднее. — Я занят отчетом. — И это ваше личное дело. Меньше спите и интенсивнее работайте. Я просто дал вам совет использовать самолет, пока он свободен. Все. А, ребята. Заходите. Заходите, ребята. — Можно, Сергей Александрович? — Третьи сутки сижу, как на включенной электроплитке. Вас дожидаюсь. — Здравствуйте, Сергей Александрович. Ух ты, кабинет-то какой. Важным начальником стал. И вид такой оживленный. — А я-то думал, что ЧП какое. Подходит спешно Владимир Михайлович. Собирается, говорит, будешь в парке нашего Сергея. Какого, говорю, нашего Сергея? Да Баклакова же. Сереги. Сереги. Ну, я котомку за плечо. Готов. — Да. А этого циркача Монголов не отпускает. Радиограмма пришла. Есть, сообщает, причина держать его при себе. — Ясно, Клим Алексеевич, спасибо. — Да вы, мужики, садитесь, садитесь. Что вы? — Ты извини, Сергей Александрович. Монголов мне с тобой разрешил, но я, пожалуй, у него останусь. Кадры там, зелень сплошная, глаз да глаз нужен. И потом мне охота посмотреть, чем всё это закончится. Азарт во мне такой есть. — Понимаю, Гиголов. Это я могу понять. — Сергей Александрович, я тут парнишку одного приглядел. В механических мастерских. Корзубин его фамилия, а зовут Валька. Ну, вербовка романтики — это одно. Ну, а то, что ты умеешь, — это другое. Так вот, этот мне очень понравился. Автослесарь, газорезчик, электросварщик. Ну, в общем, толковый парнишка. — А электросварка-то нам зачем, Клим Алексеевич? И автослесаря тоже. — Ну, раз умеешь, значит, голова руки есть. Ну, одно умеешь, второму научиться легче. Так меня Илья Николаевич учил. — Ну, раз уж вы выбрали, Клим Алексеевич. А где его искать-то, этого Вальку Корзубина? — Да тут он в коридоре стоит. Мы с ним договорились. Ему в тундру очень охота. Ну, я ему, конечно, объяснил, что тундра — это дело десятое, а первое — это работа. — Ну, тогда я пошёл. Я его из коридора вместо себя представлю. Счастливо поработать. — Ну, будь здоров, Кефир. — Привет Владимиру Михайловичу. Ну, так вот, мужики. Маршрут наш вот на карте. Маршрут, как видите, героический. Надо разбросать по нему продовольственные базы и закинуть резиновые лодки в Верховье. — Эпиталама, начальники. — Тихо, тихо, тихо. Это Корзубин. Тихо, садись и вникай. — Всё, всё. Ну, базы мы с самолёта разбросаем. Вопрос, как их сохранить. Дожди, медведи, рассомахи, да мало ли что. — А вот если, допустим, железную бочку вскрыть, а потом проволокой зашить, на попа поставить, а сбоку керосином полить, зверь не тронет и дождик не вымочит. — Ну, бочка не консервная банка. Вскрыть, зашить. — Начальники, а зубило есть такое на ручке, как молоток, на конце клювик, вставил лупик кувалдой, так бочка как банка вскрывается. А аббревиатура? — Ну вот, оговорили слесаря, не надо. — Ясно, Корзубин. Ну так, все трое на склады, пакуйте семь бочек, а я к Ченкову. Валь, а ты чего это так чудно говоришь-то? Эпиталама, аббревиатура. — Люблю красивые слова. — Лидия Макаровна. — Здравствуй, Серёжа. — Здравствуйте, Лидия Макаровна. Миленькая, самолёт нужен, позарез. — Весна. Сейчас всем самолёты нужны, Серёжа. — Задание Ченкова. Будьте родной матушкой, а, Лидия Макаровна. У вас все телефоны в руках, все связи, на послезавтра нужен. — Ладно, ладно, попробую. Боря Барыкин будет у тебя пилот. — Спасибо. Ну и вот, подхожу я к ней, представляю. Так и так, Борис Барыкин, полярный пилот. А вокруг меня понимаешь, как ты петь. Горы, вода, пальмы. А она мне отвечает. Эй, геолог, ты слушаешь или нет? — Слушаю, Боря, слушаю. Я бочки в уме пересчитывал. — Да на месте твои бочки. И одна запасная с бензином. Слушай, по твоему маршруту самолётом лететь день. Как пешком ты будешь идти. — У тебя день, а у нас целое лето. — Вон, холмы Марау спрашиваю. Вон, спереди, справа. — Давай заложим вираж, осмотрим сверху. — Хорошо. — Отлично. Южный склон почти вытаил. Сразу можно начать работу. — Вон, вон, видишь? Это холмы Нганау. Видишь обрыв подмыт? Глубина там на реке. У-у-у. Гольцы с метр длиной. — Тут базу поставим. Теперь давай в Китунг. — Слушай, видимости нет над твоим Китунгом. — В долине трёх наледей надо сесть. Там первую бочку выбросим. — Ты теперь мне не мешай. Погибни, чтоб с вашими маршрутами не загрошил. — Ну, здравствуй, пук территорий. — Я думаю, Иван, что самый правильный — отвезти тебя сразу же на расстояние. — И мне очень нужно туда. — Поехали. — А может, всё-таки сначала поздороваешься? Всё-таки я начальство из Москвы. — Здравствуйте, товарищ Сидорчук. — Прошу вас, садитесь в вездеход. — А теперь скажи, Иван, зачем ты прилетел? — Чтобы убедиться, что твоя разведка из золота существует в действительности. От тебя всего можно ожидать. Высокий полномоченный ревизор — вот кто я. А ещё я привёз тебе деньги — дополнительное ассигнование на разведку. — Это хорошо, но поздно. На месяц бы раньше. Я уже кольцевую партию выслал в тундру. Им будет очень трудно, правда, там, но им уже ничем не поможешь. — Почему? — Такой маршрут, но они вытянут, я знаю. — А где твой промывальщик, гений? Хочу познакомиться. — Там же, на кольцевой, с моими. В общем, с инженером Баклаковым. Если Куценко привезёт нужные результаты и то, что я жду, я его в кандидаты наук назначу. — Наместник, император. Нерон с Калигулой тебе рукоплещет. — Спасибо, Иван. Спасибо тебе, что зимой поддержал. — Пустое. Была ведь до тебя докладная Катинского. А тут ты со своим мешком золота. — Докладная Катинского? Я знаю её. — Её-то не знаешь. Она в единственном экземпляре попала ко мне. Последние данные. Вот в Средней Азии сидел, а территорию не забывал. Умница. Светлая голова. — Почему не показал? — Ты не был бы тогда единственным и неповторимым. А ты лучше работаешь, когда ты именно единственный и самый главный. Ну-ну-ну, ладно. Суета и тлен. Почести, приоритеты. Главное дело. А дело выполнил я. Знаешь, Иван, Калгин оставил мне неплохих инженеров. Слышь, идея есть у меня. Нефть. Вот что больше, чем золото двигает государствами. А, Иван, как ты считаешь? Есть идея по нефти. Я Ченков. Умру, останутся мои кадры. Баклаков. Ну, там есть ещё на примете. Колесо крутится. А, Иван. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Знакомьтесь. Заместитель министра Сидорчук. — Здравствуйте, Монголов. — Здравствуйте. Новости из дальней шурфовочной, Илья Николаевич. Пошли по хорошему золоту. Теперь пойдёт. Теперь уж не остановишь. А это, Иван, Гиголов. Лучший шурфовщик и специалист по шлихам. Именно он, Гиголов, нашёл самородок в 350 граммов. И он же намыл первую хорошую пробу. — Здравствуйте, с приездом. — Здравствуйте. — Шубы у вас богатые. Вот что хотел сказать. В такой шубе по Бродвею. — Понятно, понятно. Спасибо вам, товарищ Гиголов, за работу. — Пожалуйста. И ещё что интересно, что хочу сказать. Деньги — дым. — Точно дым. — А как же. Вот сейчас ребята, дружки мои по тундре корячат, стонут от холода, комаров или физических травм. Им ещё предстояло, проклиная судьбу, разыскивать во время июльского снегопада третью продуктовую бочку. Вальке Корзубиной ещё предстояло стонать по ночам от ломота в непривычных к мокрой работе руках. Им ещё предстояло выбраться в верховье Ватапа и месяц плыть по реке, пересекать в маршрутах тундровое урочище. Им предстоял выход в пустынные устья Ватапа и переходы по штормовому осеннему морю. Им предстояло запомнить багровые на полнеба закаты и колебания одинокой метлицы на галечных косах. Предстояло неделю сидеть у туманного мыса, ежедневно пытаясь его обогнуть. Каждый раз шквальный ветер отшвыривал их обратно, и они молча выбирались на берег, жгли костёр из плавника, сушились и снова сталкивали вельбот на воду. И снова ветер заливал их и отбрасывал обратно на скалы. Лишь ярость давала им в это время силы. Им предстояло удержать в памяти это лето до конца дней своих. С тех пор прошли годы. Предвидение Ченкова сбылось. Они открыли узел золотоносных россыпей территорий с очень сложными условиями залегания и с богатым содержанием. Для этого понадобилось упорство, безжалостный рисковый расчёт Ченкова, и сумрачный нюх Куценко, и юношеская настойчивость Баклакова, и мудрость старика Кьяйе. Для этого понадобились мозоли и пот Гиголова, Циркача, Варьки Корзубина. Если бы была сила, которая вернула бы всех связанных с золотом территории, погибших в маршрутах, затерявшихся на материке, все они повторили бы эти годы. Не во имя денег, даже не во имя долга и не ради славы, а ради того непознанного, во имя чего зачинается и проходит индивидуальная жизнь человека. Ради жизни, где смешаны реки, холмы, пот, холод, усталость, мечты и святое чувство нужной работы. Самое главное, когда есть твоё умение работать, твоя ежечасная готовность к работе и твоя преданность вере в то, что это и есть единственная правильная жизнь на земле. День сегодняшний есть следствие дня вчерашнего, и причина грядущего дня создаётся сегодня. Где были? Чем занимались вы все эти годы? Довольны ли вы собой? Олег Куваев Территория Продолжение следует...